Гоша Гачевар опять наклепал какую-то срань! Трейлеры были новой анимации, может их добавили в игру? Я точно не знаю, что добавили. Говорили тоже, добавили чего-то такого, чего не было в оригинале. По крайней мере, я это слышу. А может я с чем-то путаю? Вот бы вышел Архалас, б***ь. Вот бы вышел еще Архалас на свитч. Серьезно? Да вы чё, к***и? Ох ты ж, мать моя, женщина, отец мой грузчик. Добавили же управление движением. Ну в первой части точно есть. Машешь руками, коси пуши, а машет мечом. Это, ну это что-то с чем-то. Это она будет, конечно, опробовать. Просто у меня вот такой геймпад. Как бы у меня джеконы подключены к свитчу на данный момент. Но я потом опробую обязательно. Ладно, но теперь меня интересует кое-что другое. Ладно, давайте сейчас быстренько выйдем. Потом его башню облутаем. Мне надо выйти на... В открытый мир кое-что поглядеть. Мне надо кое-что затестить. Потому что с технической точки стороны меня очень интересует на данный момент. А? Чё отключай? Геймпад? А, понял. Так, ну-ка, ребят. Так, управление, управление движением. Так, всё, найс. Так, теперь. Ну-ка, давайте сейчас выйдем. Сейчас выйдем. Так, ну-ка. Еб... Блядь. Смотрите, ребят. Так. Глядите, глядите. Смотрите. Оп. Оп, блядь. Оп. Так. На-на. На-на. Так, ну мне надо оружие, чтобы точно влево-вправо делать. Так. Давайте возвращаемся сейчас в башню. Так, подождите. Стоп, 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 стоп. Так. Наблюдайте, ребят. Наблюдайте, наблюдайте. Это быстродействие. Видели фэппосы добавились? Видели, видели, видели? 60 фпс готика на свече выдает. Прикиньте. Наблюдайте сейчас на тени. Тени от деревьев, от травы и так далее. Теперь. Ля-ля. Ты гребь, фэппа. Ты. Треси. 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 Ну да, ты висит. Треси. Здесь смотрите, ребят. Опа. Какие тени появились. О, все сразу, ребят. Ну, стандартные консольные 30 фпс, да. Подойди к плите, там новая реплика. Новая реплика. Подожди-ка. Я помню, потому что, когда подходишь к плите, у тебя репетур говорит вместо гланца. Если они вдруг эту хуйню пиксели каким-то макаром, я бы очень сильно удивился этому. Вот, ну-ка. И как я это сделаю? Тут же репетур говорил. И как я это сделаю? Алла Гус Максимус переподписан 13 месяцев. А ничего, пофиксили озвучку? Етишкин меня вгузно. Охренеть. Кстати, тут и предметики вроде повыше по качеству стали, по картинкам. Старая каменная табличка. Пакел, золото. Таблички не читаем, ребят. Я все помню. Ну что ж, тебе давайте потестим боевку, господа. Тебя давайте потестим боевку. А кинжал забрать? Я не забрал кинжал? Ну-ка. Серьезно. Так. Не знаю. Так, перемещение влево-вправо. Отступить. А парировать это получается... Вот оно. Вот оно, видите? Видите, ребят? Это же гениально. Сделать готику... Сделать готику... С управлением через эмоушены на свитче. Но это, ребята, будущее. 2023 год. А вы как хотели. Ой. КАСИАН! Все. Приземлили. А теперь на коляску. Ну, кстати, да, музыка смерти немного иная. Ну, посмотрим, что еще тут изменили еще. Давайте побегаем. Давайте побегаем. Меня так смущает 30 фпс. Давайте хотя бы так, быстродействие. О, все, оригинальный графон, господа. Блядь. Оп. Давай. Да, давай. Да, стой, блядь. Давай. На, блядь. На, блядь. Хе-хе-хе. Минус подписчик. Да что сразу минус подписчик-то, ну? Блядь. Блядь. Как можно? Его отыграть в готику от первого лица. Господи ты. Давайте еще сейчас микрофон подтянем. вы бы и нажим на правый сосок в бою локтаргет да так а вот до локт мог я кстати знал то что в оригинале на компе когда играешь локтаргет есть но тем не менее на ой тихо 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 ребят тихо библей сколько еще стрим будет идти ты кстати проходил я сейчас как тинькофф но я же ошибся могу же я ошибиться дорогу лестер это ты точно ох как я рад тебя видеть нам где он там ходил лестер старый ты лепеха как-то оказался или от него это был безумный побег или лорез старый рюктом я бродил там некоторое время в полном смятении да лорез лорез старый ты лепеха какой лорез твой как какой лестер такую знаете я не знаю пятюшок додик нахуй ставить такой бычок одурманенный я направляюсь я направляюсь об этом городе хоринис но это довольно большого но все на по классике ларла на я должен поговорить с паладинами которые обосновали петрули и вручу ребят подойдем как считается надо сейчас будет ребят диалог век и ты подойди-ка сюда в чем дело не приедешь в город у тебя там дела послушай ты выглядишь сообразить он с бородой уверен ты в жизни далеко пойдешь у него порода у грега пора до 100 и ты у него была борода ну так то он ты делаешь что она у него я пойду что него была борода но тут у него реально борода как будто это грег из ризана а прикиньте но сейчас же права на готику и ризан принадлежат уже другим людям по факту не пиранья пиранья больше эликсом занимают спектакол вот а что если вдруг нынешние разрабы реально решили связать ризана готику как канон и поэтому они добавили бороду всегда был с бородой то не мог но это уже троллинг какой-то сейчас подождите смотрите на него сейчас смотрите у него не такая борода была смотрите какая у него борода вот тут смотрите вот у него была борода в оригинале я не спорю господа и посмотрите какая у него борода вот тут у него брада отросла так давно не заходили за 20 лет отросла ты от кого-то прячешься ты от кого-то прячешься нет конечно нет что за абсурд мне просто нравится стоять среди деревьев так мне ветер не дует в лицо но давай лучше поговорим ты берешь работу это буквально общение меня и подписчиков ну ребят ну пока еще извините меня пожалуйста но смотрите у него и ебало шире стало как бы это не звучало странно но грек реально оскучил он реально скуфанулся да да никто не спасет наверняка еще данилы так давайте сейчас давайте сейчас загрузимся получим форму фермера ему отдадим портировала российская студия пулем подписчики бэбэ вот и сделали из грэга бэбса блядь ты знаешь прикол если отнести стражникам репу а репу можно отнести стражника ну давайте дергать тебе хорошо тогда поторопись пока я не передумал давайте я пришел получить глаз и носа я пришел чтобы получить глаз и носа никогда не слышал о нем а что это такое это очень важный артефакт видите на заднем плане кто там стоит ребят у тебя есть какие-нибудь документы нет тогда не трать мое время попусту ну давайте травы для алхимика я принес травы для алхимика константина правда ты же не будешь возражать если я взглянул на них и так ли что что это такое что интересно алхимик будет делать с этой дурацкой да стоит наш звездочка ковочка на утреннике в детском садике дырку в репь проделает спасибо как сильно отличаются режим качества от производительности опять еще сурить ребят infinity ржд кстати наблюдай наблюдай-наблюдай-наблюдай смотрите господа напоминаю свич у нас сейчас режим производитель режим качества а вот что будет когда мы отключаем каждый вы sees на английский опа минус тени зато 60 фпс смотрите господа Вот это да Так сказать, отключили РТХ Все, сейчас РТХ снова включим Включаем РТХ, ребят Я все-таки больше за качество У тебя даже смайлик не показывается Ну ладно, давайте отдадим мне модель Ну как он будет выглядеть? Это как раз то, что мне нужно Я знал, что могу на тебя положиться, приятель Если я буду одет как местный деревенский мужелан Никто не будет обращать на меня внимания Отлично, вот твоя награда Что? Жалкие 50 монет? Да ты должна быть шутишь Золото это не самое важное на свете Друг мой Возьми пока то, что я тебе предлагаю У меня есть предчувствие Что мы скоро встретимся снова И кто знает Может быть у меня будет возможность Отплатить тебе услугой за услугу Береги себя Ну как он ходит, смотрите, ребят Ну это же чисто, блять Он реально стал крупнее Он стал ниже и крупнее Давайте там поступим сейчас по-хитрому Что? Тебе туда нельзя Почему? От таких оборванцев, как ты Это да, не проблемы, да Ну давайте еще раз Страва для алхимика Константина Страва для алхимика Константина Что это такое? В алхимии я не разбираюсь Но даже мне понятно Что этот пучок из разных травок Ну Давай 100 золотых, блять Вот 100 золотых Позволь мне пройти Блять, грешня в руку, ребят Спас золотых, это неплохо Проходи, конечно Во, все, нормально, ребят Блять А давайте обойдем его, ребят Господа, ну Поговорим с ним, да? Как к ягачат ему подходим Стой, чужеземец Я лотар Паладин короля И преданный слуга Иноса Наш командующий Лорд Хаген Верил мне задачу Объяснять всем Новоприбывшим Новые законы Которым должны подчиняться Все жители этого города Недавно в городе Начали пропадать люди Так что горожанам Нужно быть осторожнее Чтобы не разделить Эту судьбу Тархуну надо записать Песни про готику Про какого-нибудь лотара И так далее Это вообще пушечка была Конечно, струячить песни Про терпение Ванамаса Габзавра Это тоже замечательно И так далее Про то, что огру Скорую ногу Оттяпают Ну, про лотара Я бы от Тархуна Вообще послушал бы Я прям, да У меня важное сообщение Для предводителя паладинов Достопочтенный лорд Хаген Никого не принимает За все вопросы Касающиеся Парсуна народа Отвечает лорд Адреев Как соскучился мужик Мир городской стражи Послушай Этому городу Угрошают драконы Это не может быть Правдой Еще один сумасшедший В городе И без этого Полно проблем Не хватает только еще Идиота Пугающего людей Баснями о драконах Ну, типичный модерн Ну, типичный модерн Последнего Кто рассказывал здесь сказки О драконах И отправил его Тюремным транспортом В долину рудников Так что Попридержи свой язык Мы не можем позволить Чтобы кто-либо здесь Сеял панику Среди людей Кто-то уже докладывал О драконах Дикун придут Да Парень по имени Диего Если я не ошибаюсь Эх, Диего в тюрячку В обезьянник Я приду преждал его Как и тебя Но этот безумец Не переставал действовать Мне на нервы Я пришел Чтобы получить Глаз Инноса Священный глаз Инноса? Откуда ты знаешь о нем? Ты не принадлежишь К нашему ордену Мне сказал о нем маг Я не знаю Какими мотивами Он руководствовался Когда доверил Один из секретов Нашего ордена тебе Но он наверняка Не имел в виду Что ты Можешь коснуться Его своими руками Но Я ничего Об этом даже Слышать не хочу Сначала ты нес Всякую чушь о драконах И теперь Вот это Невероятно Вот так Ребят Сейчас изучайте Слушайте Ребята Сейчас вам Расскажут Где вы сможете Заработать деньги Чтобы мне кинуть донат Где я могу найти работу? Тебе придется Стать учеником Одного из мастеров В нижней части города Как только мастер Примет тебя на работу Ты станешь Гражданином Этого города Однако Другие мастера Должны согласиться С этим Таковы Обычаи Харис Если ты думал Найти работу В портовом квартале Забудь об этом Там Живут Отбросы Общества Даже не суй туда Свой нос Ты пожалеешь Об этом Ну это про В порту Ребят Ансабы живут Да В верхнем квартале Вот тут живут Ребят Вот тут живут Сабы В верхнем квартале Уже В верхнем квартале Живут Топ-донатеры Да Это не новость Слышали? Как мне попасть В верхний квартал? Скажи Ты меня вообще Слушаешь? Ты не являешься Гражданином Этого города Блядь Ты можешь даже Не пытаться Стража Все равно Тебя не пустит Все что находится За внутренними вратами Для тебя является Запретной зоной Это не мои проблемы Обидно-то Бабы Ну блин Это было так Как ты сказал А как я могу поступить На службу в ополчении? По прямому указанию Лорда Хагена На службу в ополчении Принимаются только Граждане города Понимаю Если ты будешь узнать больше Поговори с лордом Андрея В казармах Вы готовы, ребят? Вы готовы? Я первый раз слышу об этом Господа Сейчас будет Поехали Что мне нужно сделать Чтобы получить доспехи Как у тебя? Что? Ты даже не являешься Членом ополчения Ты даже Не гражданин Ну блин Как ты даже думать Смеешь О том, чтобы носить Доспехи Паладина Только немногим Из солдат ополчения Успешно выполнившим Необычайно Важное задание Баладарова на такая честь Если ты хочешь Стать Паладином Впереди тебя ждет Очень долгий И тернистый путь Мой мальчик Да, прям как кишка Я должен идти Если я еще хоть раз услышу Что ты рассказываешь Людям о драконах У тебя будут Большие проблемы Тебе все ясно? Так Ну, теперь можно Спокойно выходить Теперь можно Спокойно выходить Из готики Ой И Настя попросила Еще показать Конкретно этот момент Из ролика Ну, погнали, господа Объяснять всем Новоприбывшим Новые законы Которым должны Подчиняться Все жители Этого города Из всего этого Замечательного Пиздежа С этим Не очень Замечательным Господином Нам надо выделить Лишь три Нужные вещи Ну, послушай Этому городу Угрошают драконы Это не может Быть правдой Еще Один сумасшедший Во-первых В городе До нас был Диего Который Как оказалось Тоже видел драконов Лотар Посчитал его Сумасшедшим И отправил Обрата В долину Рудников В городе И без этого Полно проблем Не хватает Только еще Идиота Пугающего людей Баснями о драконах Во-вторых Во-вторых Чтобы стать Гражданином Нам надо Устроиться на работу К одному Из мастеров Чтобы в дальнейшем Мы смогли Вступить в ополчение И попасть На аудиенцию К лорду Хагену И в-третьих Лотар Очень чувствителен К нашему Троллингу Как мне попасть В верхний квартал Скажи Ты меня Вообще Слушаешь Ты не являешься Гражданином Этого города Что мне нужно сделать Чтобы получить Доспехи Как у тебя Что ты Чу тебя Все Включаю Сделать Чтобы получить Доспехи Как у тебя Что Ты даже Не являешься Членом Ополчения Ты даже Не Гражданин Ты даже Не Преданный Слуга Иноса Ты даже Не Чужеземец Ты даже Не Даже Как ты Даже Думать Смеешь О том Чтобы носить Доспехи Паладина Невероятно Но делать Абсолютно Невероятно Дорогие мои Друзья Ты Даже Не Гражданин Как Ты Даже Думать Смеешь Ну Вы Поняли Ну Вы Поняли Невероятно Невероятно